Здравствуйте, мы продолжаем нашу работу над историей гражданской войны и сегодня мы с Глебом Таргонским начнем говорить о том как гражданская война проходила в республиках бывшего советского союза и сегодня Глеб предложил начать с Эстонии приветствую Глеб приветствую ну почему начать наверно пойдем с севера на юг запада на восток а Финляндию трогать пока не будем потому что мы надеемся придет уважаемый замечательный специалист по ней и сегодня конечно мы будем очень кратко и очень бегло говорить о том что же происходило в Эстонии в период 17 по 20 года и немножко затронем тему 24 года потому что тогда был была попытка советской революции советского переворота если хотите но в основном будем касаться конечно гражданской войны которая затронула безусловно и Эстонию давайте поговорим о том что такое Эстония накануне в революции 1917 года как февральской так и октябрьской какой на самом деле национальный состав где остановился фронт первой мировой войны какие революционные события там происходили что было с движением за национальную независимость а в современной Эстонии которая безусловно является страной националистической да как бы там не пытались иначе сказать есть свои мифы которые основываются на недосказанности и скажем так выпячивание одного какого-то события или явления и убирание куда-то глубоко в историческую тень других событий и явлений согласно официальной версии эстонский народ в 1900-е годы созрел для обретения независимости противопоставления себя русскому коммунистическому впоследствии большинству и чуть ли не все население эстонии было настроено националистически за исключением каких-то отдельных отщепенцев которые не выражали никакого большинства мнений эстонских простых тружеников да и эстонцы они еще ориентировали себя на европу исключительно так вот а что из себя представляла эстония в начале 20 века эстония как мы знаем эстляндия она начиная с северной войны вошла в состав российской империи петр первый почему боролся за эти земли потому что ревель он же сегодняшний талина это в первую очередь не замерзающий порт и также как рига да также как другие порты и безусловно пытались использовать эстонию и вообще прибалтику как такой транспортный хаб но при этом жизнь простых эстонцев латышей не сильно поменялась за прошедшее время они по-прежнему были на помещичьей земле которая принадлежала в основном немцам вот так сложилось со времен знаменитого дрангнах остин со времен ливонского ордена и других крестоносных походов что большая часть дворян эстляндии были немцами и поэтому было всегда противостояние между эстонцами и немцами в этническом составе конечно население было примерно 90 процентов эстонским было незначительный процент русского и немецкого населения но в основном это была моноэтническая территория российской империи эстонский язык был не на привилегированном положении говорили на немецком прежде всего русском на немецком русском языках немцы фактически отвечали за всю международную торговлю это очень важная сфера жизни немецкий капитал до определенных событий также присутствовал на этих территориях и немецкая аристократия сохраняла свои позиции во многом эти присоединения этих земель было не просто присоединением земель но и присоединением аристократии там же играли какое-то время со статусом этих территорий да если взять пост петровское время да и петровская тоже то есть мы видим территорию ну вообще остзейский одессе остзейская фракция то есть эта фракция дворян немецкого происхождения непосредственно из прибалтики она всегда играла значительную роль при дворе да и всех романовых начиная с начала 18 века безусловно кроме того отмечу что немецкий фактор в аграрном вопросе играл играл тоже решающую роль но безусловно конец двадцатого века эстония не осталась стороне от индустриальных процессов возникают заводы фабрики эстония перепрофилируется скажем так в значительной степени с аграрного сектора постепенно на сектор производства например от тканей знаменитая парусинка так называемая эта фабрика где кстати произошла одна из первых стачек кстати в истории нашей страны эта фабрика находится практически прямо напротив ивангорода и еще был сектор цементного производства сектор производства некоторых промышленных товаров но все равно большинство населения страны были крестьяне которые работали вот на таких мы зах определенных ну и по сути в основном платили очень большую арендную плату а немцам хотя уже были тогда латыши и эстонцы которые имели возможность заниматься бизнесом и вот появилась в конце девятнадцатого века сформировалась та самая эстонская буржуазия которая безусловно стояла на позициях эстонского национализма который выражался ну изначально в культурной работе дело в том что конец девятнадцатого века характеризуется значительным взлетом эстонской национальной культуры возникают журналы газеты на эстонском языке появляется собственно самоназвание эстонского народа эсти рах вас эстонский народ который ввел известный эстлянский фольклорист йохан вальдемар янсен в 1857 году появляется сообщество эстонских писателей появляются эстонские театры ну в общем культур трейгерская работа бьет ключом что повлияло еще на развитие эстонского национализма ну наверное то что действительно эстония тогда тяготела эти земли тяготели германии в том числе вы сказали правильно в торговом ключе эстония торговала со швеции торговала с германией но это одна сторона эстонского национализма который конечно был крайне анти русским особенно на это повлияли события первой русской революции связанные со статчиками связанные с тем что царское правительство как же закрутила гайки ну а все-таки 90 процентов населения это эстонцы были да понятно как они на это отреагировали но в то же время была и другая эстония а потому что в ревеле в нарви в других городах возникает эстонский пролетариат среди которого также как среди другого пролетариата царской империи ширится и растут различные марксистские кружки и постепенно постепенно появляется вот такой костяк красных эстонцев будущих а кто относился к этому красному костяку известно ли нам их имена ну я наверное назову имя которое жители ленинградской области все прекрасно знают кингисепп виктор да да в честь которого назван небезызвестный город раньше он назывался ям ямбург стал кингисеппом а их было много мы наверно как-нибудь поговорим про отдельные персонали вот хотя я считаю что виктор кингисепп он достоин отдельной передачи лицо гражданской войны да потому что этот человек который всего себе отдал революции который собственно за революцию и погиб в годы кстати жесткой реакции когда эстония была страной националистической антисоветской безусловно но человек блистательный знал немецкий язык русский язык да частично французский хорошо было знаком с революционной работой героически показал себя именно в боевых действиях да да мы про это про все поговорим но по поводу того что все-таки был раскол среди эстонского населения была часть его это в основном условно говоря хуторная эстония это были ну как бы мы сказали основном кулаки которые конечно проповедовали анти русские какие-то идеи которые выступали за жесткую сегрегацию эстонцев от русского влияния она кстати было потому что несмотря на то что большинство населения было эстонским ну вот например русифицировали знаменитый дерптский университет ну правда он был немецким в основном но тем не менее плюс к этому эстонцы действительно понесли большие потери во время первой русской революции конечно там не было движения такого как в латвии лесных братьев но тем не менее ну и еще конечно действовали вот эти эстонцы в жестком противостоянии с немецкими баронами у которых был кстати свой путь были свои идеи сепаратизма в эстонии немецкого которые сыграли свою роль в годы первой мировой войны в общем противоречия были следующие были противоречия понятно между трудом капиталом в городах эстонии были противоречия между хуторной эстонии и эстонии рабочие которые потом и воплотятся в гражданскую войну в эстонии были противоречия между эстонцами и немцами первую очередь немецкими баронами, которые были владельцы крупных участков земли, и между эстонцами и русским правительством в первую очередь. Ну и еще были большие противоречия, связанные с Первой мировой войной. Потому что при населении Эстонии примерно миллион человек, представьте себе, 100 тысяч эстонцев были мобилизованы и отправлены на фронт. Это большой процент мобилизованных, мы это прекрасно понимаем, причем из них был сформирован офицерский корпус 3000 человек, причем были среди эстонцев и 9 генералов, например. Были среди них и георгиевские кавалеры, например, георгиевский крест четвертой степени и шесть сердинов получил будущий белый офицер, Юлиус Куперьянов, например. Ну и это было связано с тем, что в 1915 году началось наступление немцев при Балтике, которое закончилось в итоге под Ригой, потом это привело к знаменитому Рижскому кризису 1917 года, и эстонцев, как и латышей, из них формировали еще и стрелковые подразделения национальные, их бросали на фронт. И очень многие, безусловно, воевали, у них было двоякое чувство. С одной стороны, они не горели восторгом от Российской империи, но с другой стороны, они прекрасно знали, что такое немецкое владычество. Да, то есть и против немцев одновременно. Кстати, один из осцзейских немцев, будущий нацистский теоретик Розенберг, именно так вспоминает тот период. Он как раз смотрит на эстонцев и считает, что немецкое в них убывает, точно так же, как и в славянах. И, конечно же, он на тот момент грезил о германском ренессансе на этих территориях, о том, что может эта государственность новая, которая не обязательно будет именно немецкой, стать питательной почвой для процветания немецкой элиты вновь. Он тогда в юношеские годы вспоминает величие портовых городов и величие немецких фамилий и, конечно, ожидает того же самого. Для населения литовского, латышского и эстонского немцы были угнетателями с вековым стажем, поскольку русские все-таки появились в XVIII веке. И более того, у очень многих эстонцев, латышей и литовцев даже было такое отношение к русским на протяжении веков толерантное, потому что все-таки они были не немцы, которые здесь сидели и всячески угнетали народы, начиная с крестовых походов, которые шли огнем и мечом, и что творилось на территории Прибалтики. Прекрасно описали прусские хронисты, творили тут форменный иногда и геноцид самый настоящий. Ну и опять же, да, действительно немцы были властителями земель, и латышские и эстонские крестьяне были людьми второго сорта, безусловно. Причем они оставались таковыми и в период орденского владычества, и в период шведского владычества, и в период датского владычества, и в период российского владычества тоже. Это первый момент. Ну и второй момент. У нас сейчас любят говорить о том, что Ленин подложил много бомб, которые потом разорвали Советский Союз. Но отмечу, что бомбы все-таки закладывали члены Временного правительства, потому что еще в 17-м году Временное правительство дало широкую автономию Эст-Ляндии. Она получила возможность, ну, по сути, осуществлять свою собственную независимую политику, так же, как украинские националисты в Киеве. Которым тоже было разрешено созвать свою собственную раду, формировать представительные органы. И самое главное, создавать национальные части. Потому что мы знаем, винтовка рождает власти. Если у тебя украинизированные или эстонизированные части, ну, понятно, на кого они будут равняться. Ну, кстати, Временное правительство пошло навстречу чаянии, потому что эстонцы завидовали финнам, например, и порядку управления, которое существовало на территории Великого княжества финляндского, где тоже политика пришла в 17-м году в движение. Кстати, эти народы объединяют общий во многом язык определенный, это финно-угорского склада. Очень похожий язык, надо сказать, вот, например, Венгрия, Эстония, Финляндия, это вот... Карелия, кстати говоря. Хотя, с другой стороны, могу сказать, забегая вперед, что когда начались между Финляндией независимой и родственной ей эстонии отношения, выяснилось, что все-таки в глазах финнов эстонцы это неправильные финны, а в глазах эстонцев финны неправильные эстонцы. В глазах шведов и финны, и эстонцы находятся на примерно одинаковом положении. Ну, вообще, вот этот вот ящик Пандоры, который был открыт созданием именно националистической Эстонии, он затронул и внутреннюю жизнь Эстонии, потому что там есть, например, такой народ, он эстоноязычный, это народ сету, в основном он проживает на территории Восточной Эстонии, частично Латвии, частично, кстати, Псковской области, вот есть, например, известная крепость Изборск, там есть несколько кладбищ в окрестностях этой крепости, где похоронены как раз-таки представители народности сету. Но сету при этом они православные, некоторые носят русские имена, ну, то есть, как неправильные эстонцы. Ну, это вечный процесс, когда мы начинаем определять чистоту нации, чистоту крови, это вечное дробление. Когда буржуазия как раз занимается конструированием нации, то есть, воображаемого сообщества, точнее, идеология нации является воображаемой, а сама нация является экономической сутью. Вот мы сейчас и подойдем к тому, как формировался эстонский народ или нация. Дело в том, что когда 7 ноября 1917 года происходит Октябрьская социалистическая революция, то она и в Эстонию очень быстро доходит, буквально за сутки, потому что находится все очень близко, да, и в Эстонии тоже было двоевластие. Там был так называемый Временный земский совет эстлянской губернии, это местный аналог временного правительства российского. И был также совет местный тоже. И надо отметить, что 28 ноября 1917 года этот самый Временный земский совет провозгласил себя единственной верховной властью, а 19 ноября советы его распустили сразу же. И причем никто за этих представителей Временного земского совета не вступился. Они просто растворились по каким-то квартирам, ушли никуда, их особо никто не преследовал. То есть в Эстонии сразу практически за, получается, две недели установлена была советская власть. Причем она формально была уже, просто когда Временный совет сказал, что мы власть, им сказали, идите вон. И они растворились, как говорил Джокер в знаменитом фильме, они испарились. И в таком испарившемся состоянии, неконденсированном, они просуществовали где-то примерно два месяца. Да, тут надо сказать, что у Временного совета земского не было своих сил, а вот, кстати, советом было на кого опереться, в том числе на солдат. Солдаты рабочие и, кстати, значительная часть трудового крестьянства. А эти, получается, ребята не сумели создать даже каких-то отрядов самообороны у себя на хуторах. Ну, говорит это уже о многом. То же самое, кстати, произошло на территории Украины, я об этом рассказывал, когда все эти самостийные подразделения были буквально за полтора месяца просто сметены малочисленной Красной Армии, которая просто шла, освобождая город за городом. И от этих самостийников за полтора месяца ничего не стало. Это, опять же, о многом говорит. Но вернемся в Эстонию в февраль 1918 года. Дело в том, что когда Германия и Троцкий, Германия с одной стороны, Троцкий с другой, завалили Брестские переговоры, Германия переходит в свое знаменитое наступление, которое они называли, тогда очень часто вспоминают, железнодорожное наступление. То есть, когда они просто двигались эшелонами от одной станции к другой, вешая единственных людей, которые сопротивлялись им, а это были большевистские комитеты и советы, и продвигаясь дальше. И очень быстро Прибалтика была немецким корпусом захвачена. Был опубликован некий манифест, который провозглашал эти самые независимые республики, которые, ну, Латвия, Эстония, Литва, которые сразу фактически стали марионетками немецкого командования. И именно под эгидой немцев создаются такие антибольшевистские отряды. Дело в том, что 24 февраля 1918 года большевики покидают Ревель, постепенно отходят из Нарвы, и эстонские национальные вооруженные отряды, кстати, они назывались ударные отряды из офицеров, ударные штурмовики фактически, которые были сформированы неким лейтенантом Конрадом Ротшильдом, интересная фамилия, создают вот как раз-таки вот эти отряды, которые получают название Омакайце, и они фактически становятся белыми отрядами. Город был взят немецкими войсками, и к концу февраля 1918 года на территории Эстонии была установлена немецкая оккупация. Да, вот надо сказать, что немцы были источником силы антибольшевистских сил. То же самое, кстати, мы видим и в Финляндии. Маннергейм не победил бы Красную Финляндию без немецкой помощи. Но есть отличия. Да, но на самом деле, вот если мы смотрим на Эстонию, русской армии нет, а вот у Финляндии русская армия еще была, но она была в таком вот странном состоянии. Ну, просто если говорить про Финляндию, то там действительно был немецкий корпус фон Дергольца, который сыграл главную роль в гражданской войне Финляндии, который закончил жутким террором. Это самый страшный террор в процентном отношении за весь XX век, на самом деле, в Европе. Но если мы поговорим про Финляндию, там все-таки была сформирована своя страна, своя государственность, и действительно суверенная. Финны даже хотя бы могли выбирать, долгое время выбирали, кем им стать монархией с прусским принцем во главе или республикой, то у Эстляндии, у Эстонии сразу же эти все отряды, которые появились, немцы просто-напросто разоружили. И эстонцы с такими понурными лицами винтовочки сдали. Ну, может, что-то не сдали, что-то припрятали. Но на этом история эстонской армии временно прекратилась. И все это продолжалось в период оккупации до ноября 1918 года. В Германии происходит революция, было подписано знаменитое Кампхенское перемирие, и Веймарская республика принимает решение вывести войска из Прибалтики. При этом для многих немцев, которые проживали на территории Прибалтики, это была самая настоящая трагедия. Они начали формировать свои отряды, отряды самообороны. Очень многие люди, которые начинали карьеру в этих отрядах, фрайкора, они там тоже так же назывались, они впоследствии станут видными деятелями нацистского движения в 20-30-е годы. То есть немцы, конечно, когда уходили, они оставляли значительное оружие своим немцам. Кстати, я не сказал, что в период Первой мировой войны тоже был важный фактор немецкого шпионажа, ну я условно говорю шпионажа, в Прибалтике и вообще в русской армии. Потому что мы знаем, что главной идеей на фронте среди солдат было то, что нами командуют немцы, и немцы предатели. И поэтому мы терпим поражение и в армии, и на флоте. И надо отметить, что в Прибалтике под этим были определенные обоснования, потому что сеть немецкого шпионажа в Латвии и Эстонии была очень значительной, опиралась она как раз-таки на этих немцев. Есть несколько фактов, которые позволяют сделать вывод, что даже были случаи, когда немецкие бароны собирали деньги для жертв фронта, то есть для русских солдат, а на деле они переправлялись в Германию, например. Ну то есть там был и такой фактор, безусловно. Но надо отметить, что немцы, с одной стороны, они пытались вооружить местные немецкие отряды, что-то давали латышам, эстонцам, и очень-очень медленно вообще выводили свои войска. И безусловно, святое место пусто не бывает, Красная армия в ноябре 1918 года принимает решение освободить Эстонию. Поскольку на протяжении всего 1918 года единственным легитимным правительством Эстонии являлся вот этот самый Совет рабочих и крестьянских депутатов Эстонии. Поэтому неудивительно, что уже 16 ноября 1918 года Северный фронт, а Северный фронт, напоминаю, это фронт, который тянулся, ну по сути, от Архангельска до границы по реке Нарве, принимает решение командования перейти в наступление от Ямбурга, это как раз Кингисепп современный, на Нарву и от станции Дно на Псков и далее на территорию Латвии и Эстонии. Тем более, что противник был очень слабо вооружен на тот момент, это был уникальный исторический шанс наступать на эти территории для Красной армии. С другой стороны, все-таки надо отметить, что не было серьезного численного преимущества. Потому что на тот момент эстонская армия вообще-то мобилизовала значительные силы, она мобилизовала около 75 тысяч солдат. Плюс к этому были еще 3,5 тысячи финских добровольцев, где-то примерно 500 человек шведских и датских добровольцев, и также еще была так называемая северо-западная армия, это были те самые русские коллаборационистские отряды, которые немцы формировали в 1918 году, из русских, которые бежали на их территорию. Помните, у нас была передача, посвященная наступлению Юденича на Петроград, и мы там подробно разбирали, как вообще русские очутились на территории Прибалтики, и почему из них формировались вот эти самые отряды. И надо отметить, что наступление, которое началось в ноябре 1918 года, оно было, конечно, широкомасштабным. В составе Красной армии были и эстонские части, то есть были, помним, красные латышские стрелки, но были также и красные эстонские стрелки. И война, на самом деле, должна была стать тяжелой, потому что эстонская армия, вы сказали, она была, может быть, и не очень сильно вооружена, но, тем не менее, у нее практически сразу появились сильные союзники в лице тех же самых финнов и в лице британцев, которые стали практически сразу поставлять им оружие и оказывать, кстати говоря, поддержку, например, корабельной артиллерии. И плюс к этому в свое время впоследствии британцы именно предоставляют эстонской армии суда для того, чтобы высаживать в тылу Красной армии десанты, что эстонцы и будут делать. Ну и плюс к этому в эстонской армии были и различные русскоязычные добровольцы, которые горели желанием... Покомитаться с большевиками. Да, 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 в том числе. Были и случаи перебежки. Именно так, кстати говоря, в свое время перебежал знаменитый, ну, можно сказать, военный преступник. Булак Булакович был изначально командиром Красной армии, перешел на сторону врага и прославился как, ну, самый настоящий террорист в последствии даже, как и его известные рейды на советскую территорию, служба в польской армии и так далее. Первым на пути Красной армии была, безусловно, Нарва, которая была взята после штурма, была создана эстлянская трудовая коммуна, и наступление продолжилось. Но между тем наступление это было остановлено, потому что в январе пошла очень серьезная помощь со стороны Антанты, которая использовала Псковский добровольческий корпус, которая использовала и добровольцев, и которая стала поставлять большое количество боеприпасов и оружия. То есть постепенно эстонская армия, которая привела мобилизацию, кстати говоря, сумели они сыграть на факторе националистическом, она, конечно, начала теснить Красную армию, и постепенно уже в апреле было принято решение красные войска из Эстонии уводить. Тут надо сказать, что самые значимые поставки это пулеметы и артиллерия ствольная, потому что это самый главный фактор, который способствовал невозможностью наступления дальше. И возможность, кстати, удара по тыловым коммуникациям Красной армии, была дальнобойная артиллерия уже в деле, а Красная артиллерия не всегда успевала хорошо отвечать. Ну и не будем забывать, что 19-й год, это год тоже тяжелый, год, когда Красная армия воевала на множестве фронтов, когда уже поднимал голову и Деникин, наступал Колчак. Ну, в общем, тяжелое было время, зима, весна 1919 года. И уже к концу мая, началу июня, советские войска покинули эстонскую территорию и предложили эстонскому правительству начать переговоры. Ну, так же, как в свое время были начаты в 1920 году переговоры между Польшей и Советской Россией. Но главнокомандующий эстонскими войсками генерал Лайдонор, мы, кстати, про него говорили, когда рассказывали про наступление Юденича на Петроград, ведь это, по сути, надо назвать наступлением Родзянка Юденича-Лайдонора, потому что эстонские части сыграли значительную роль в этом самом наступлении, принимает решение наступать дальше. И уже фактически в 1919 году мы видим совместно с частями Юденича наступление уже непосредственно в Санкт-Петербургскую губернию, тогда Петроградскую уже губернию, которая закончилась тем, что белые части дошли до Петрограда, дважды они доходили, дважды были отброшены. И надо отметить, что когда последний раз эту самую армию Юденича отбросили, союзники эстонцы устроили для нее самый настоящий концлагерь в Нарвии. И огромное количество солдат и офицеров этой самой армии, северо-западной, которая наступала на территорию Петроградской губернии, которая практически видела с Пулковских высот Петроград, наблюдала, как писал Куприн, золотой купол святого Исаакия Далматского, вынуждены были, многие вынуждены были закончить свою жизнь в этих самых концлагерях на морозе. Инфекция, огромное количество трупов складированных. И, кстати, издевательство эстонцев, потому что в их глазах эти белые союзники, которые не дошли до Петрограда и не отдали, кстати, по некоторым договоренностям, значительную часть Санкт-Петербургской губернии, чуть ли не до Орониумбаума. Там были такие аппетиты у эстонцев. Они были просто не нужны, и многих из них просто-напросто эстонцы вот в этих концлагерях и загубили. Они выменивали краюху хлеба за очень дорогие вещи, за русские награды. Люди превращались, как отмечают свидетели того времени, в обезумевшую толпу, которая хотела больше всего только есть, есть и немного поспать. Люди, которые умирали от переохлаждения, от расплодившихся инфекций. Например, отмечаются случаи, когда ночью один из солдат русской армии просыпался от того, как мыши начинают есть одного из его товарищей, который умер в это же самое время. Это крупная трагедия, которая была на совести эстонского руководства, ну и на совести, конечно, проигравшей белой армии. Это уж несомненно. Ну, надо отметить, что, несмотря на приостановление военных действий с Красной армией, война для Эстонии не закончилась. Вот этой новой буржуазной националистической, она продолжилась на территории Латвии с частями Ландзвера, потому что немцы попытались взять реванш, и долгое время эстонцы вынуждены были еще и с ними воевать на просторах Латвии. Но, тем не менее, в начале 20-го года начинаются переговоры между Советской Россией и Эстонией, и 2-го февраля был заключен знаменитый мирный договор, который был в двух пунктах основных, я бы так выделил. Первый пункт, что обе стороны признают суверенитет друг друга, и второй, что происходит перераспределение земель, в результате чего в состав Эстонии вошел знаменитый Печорский край, с его Псково-Печорской лавры, с Изборском, про который я говорил, где, кстати, преобладало русскоязычное население, это надо отметить. Но, тем не менее, вынуждены были отдать эту территорию, так же, как территорию к востоку от реки Нарва. Нарва и Ивангора тоже вошли в состав, соответственно, Эстонии, ну и значительная территория к востоку от Ивангора. Ну и до сих пор, кстати, эстонские националисты, поскольку Эстония как бы провозгласила при выходе из Советского Союза за государственный континуитет, то есть это государство, независимость которого была прервана в 1940 году, об этих территориях говорится. Хотя, вроде бы, как все и урегулировано, но у горячих умов и у националистов всегда есть мечты вернуться обратно. Вот как раз в те части Петербургской губернии, которые были Эстонии переданы, об этом на международном уровне иногда говорится, хотя пока что эта точка зрения все же маргинальна. Ну, отмечу, что в Эстонии сейчас гражданская война, вообще все события с 1917 по 1920 год называют освободительной войной, но я все-таки отмечу, что когда они говорят, что они побороли вот эту советскую угрозу, ну, простите, а разве эстлянская трудовая коммуна, разве Совет рабочих и крестьянских депутатов Эстонии это не было субъект независимости этой самой страны? Там было все то же самое прописано. Был прописан эстонский язык, были прописаны органы самоуправления, правда, они были советами, и они не включали в себя огромное количество буржуазии, духовенства того же лютеранского и так далее, но тем не менее. В основном, конечно, война освободительная, она шла в первую очередь между красными эстонцами и белыми эстонцами. Ну, там много факторов, там был фактор и Красной армии, фактор Антанты, потому что Эстония, она, по сути, была на фронту, можно так сказать, Антанты и Советской России, это понятно. И надо отметить, что Эстония, конечно, буржуазная победила. В 1924 году была попытка советского переворота, которая, к сожалению, закончилась безуспешно, но зато в 1940 году произошло вот то самое мирное присоединение в результате референдума, в результате того, что народ Эстонии проголосовал за присоединение к Советскому Союзу. Почему? Парламент даже, я бы сказал, буржуазный парламент. Буржуазный парламент, да. И это все произошло почему? Потому что Эстония за, получается, 20 лет своей независимости, если отчитывать ее именно с мирного договора с Советской Россией, сумела построить крайне слабое, но при этом агрессивное, крайне милитаризированное, но при этом бедное относительно своего населения государство, большая часть которого, да, это сейчас, может быть, для кого-то диким покажется, оно смотрело на Советский Союз, как на страну, где живут лучшие рабочие и крестьяне. Ну, безусловно, не все, безусловно, не кулаки, но значительная часть-то эстонцев были именно батраками, именно обычными рабочими. Поэтому неудивительно, что в 1940 году все закончилось так, как закончилось. И для Советского Союза и Советской России, то, что произошло в Эстонии, Латвии, понятно, что все произошло это потому, что Советская Россия воевала на много фронтов, сил не хватало, и плюс такая мощная помощь в начале немцев, потом, соответственно, Антанты. Это сильно повлияло на политику северо-западную, потому что границы Эстонии проходили, как и Финляндии, в угрожающей близости от самого большого после Москвы города Советской России, Советского Союза Ленинграда. Во время, кстати, наступления Юденича и белые войска, и эстонские подходили к форту, например, Красная Горка, к Белой Лошади, а это очень опасные артиллерийские позиции. Красное Село, они уже были в Красном Селе. Кстати говоря, как и в 1941 году, немцы дошли до Красного Села, до поселка Урицк и так далее, но дальше не прошли, потому что Ленинград, Петроград всегда был крепостью. Но, тем не менее, в истории Советского Союза после 1940 года постоянно говорилось о том, что война в Эстонии гражданская, она в первую очередь была классовой. Это не была война единого эстонского народа, где были там отщепенцы какие-то против русского красного вмешательства. Нет, это была война между, в первую очередь, рабочими эстонских городов и буржуазией эстонских городов, между батраками эстонских хуторов и, соответственно, кулаками, все это тоже было. И, безусловно, без помощи Антанты, мы видели, без помощи Антанты и немцев, все эти формирования националистические, они продержались один день в Эстонии. Мы это видели. Ну, на Украине пришлось полтора месяца Красной Армии освобождать Украину. Но это связано с тем, что Украина больше гораздо, чем Эстония. Но как только появилась помощь извне, когда появлялась подпитка деньгами, оружием и, самое главное, военными специалистами, ну, тут несколько выравнивалось поражение. Ну, и Красная Армия на тот момент не была очень хорошо обеспечена боеприпасами, солдатами. Внутри Красных были брожения. Вот, в частности, например, эстонские войска брали в плен красноармейцев, которые сдавались добровольно, которые, в принципе, хотели просто получше поесть. Ну, Булак Булакович, это был командир, который добровольно перешел, да, потому что он был антисоветски настроен. Да, так и множество солдат рассматривали и ту, и другую сторону, как возможность солдат, прежде всего, в окопах, и не только хочет хорошо поесть. Но я все-таки отмечу, что Красная Армия, она выполнила свою функцию, она сыграла героическую роль, потому что у эстонцев были планы захвата всей территории, ну, по крайней мере, западной части Санкт-Петербургской губернии. И все это должно было стать Великой Эстонией вообще-то, да, но ограничились они в итоге Печорским краем, Ивангородом и небольшой территорию к востоку от него. Что было хорошим дипломатическим достижением советской власти, надо это признать, потому что ведь в тот год, когда мы видим заключение этого соглашения, у советского государства очень много проблем, потому что 20-й год это и Врангель, это и конфликт с Польшей, который то затихал, то вновь интенсифицировался, не просто было и на фронтире, на Дальнем Востоке и в Сибири, поэтому... Но при этом эстонцы-то не бросили, ведь был как раз период нелегальной деятельности коммунистов в Эстонии, был момент восстания в 1924 году, много чего было, но я отмечу, что, конечно, современная историография эстонского государства, современная, она, конечно, базируется на мифе, что подавляющее большинство эстонского населения, то есть рабочих и крестьян, были настроены антисоветски, что абсолютно не так, потому что, опять же, уберите фактор иностранной помощи и получаем один день существования вот этого самого эстонского буржуазного правительства. Но об этом сейчас вспоминать не принято, на протяжении вот этого периода независимости Эстонии вымарывалось все, что связано с советским периодом, демонизировалось, носились памятники, зато устанавливались памятники белым героям, а их и называли белые эстонцы, в официальной советской историографии. Ставились памятники, ну и население тоже воспитывалось в определенном националистическом духе. Поэтому неудивительно, что по-прежнему Эстония является нашим недобрым соседом совершенно. И даже до 22-го года она таковым являлась. Проще было въехать в Финляндию, чем в Эстонию. Все жители Ленинградской области, которые пересекали эти две границы, прекрасно знают, что такое эстонская таможня. Все это не просто так. И все-таки я отмечу, что есть все равно на территории истории Эстонии люди, которые интересуются своей историей и которые прекрасно понимают, что вымарывание красного фактора, красно-эстонского, ну это, мягко говоря, неумный ход, который обязательно аукнется. И это безусловно. Но это и объединяет, ко всему прочему, историю Эстонии, потому что национально-освободительная борьба эстонского народа, если уж так посмотреть, она велась как под национальным флагом, под знаменем белым, так и под знаменем красным. А он тоже был национальный, потому что красный флаг – это знамя восстания. Большевики не отрицали права эстонского народа создать свою государственность, точно так же, как и в случае с Финляндией. Не говорилось о том, что необходимо Эстонию присоединить к Петроградской губернии, предположим, обязательно ее русифицировать. Нет, это просто два конкурирующих проекта. Это национальная драма. Вот, например, если говорить о советском периоде, то, например, в науке, в социальной науке, в истории пытались зацепиться за этим, что это прежде всего не вопрос, о русификации, это вопрос о драме внутри самого народа, то есть капиталисты против своего общества, которые заставили общество двигаться по совершенно другому пути. Но мы всегда, когда мы говорим о восприятии того или иного исторического этапа, или другой силы, кто был антисоветский, кто был просоветский, мы должны понимать, что инициатива эта идет, прежде всего, от элиты, от правящего класса, и все эти события становятся более понятными, как мы сейчас и стали говорить под конец нашего видео. Надо концентрировать, что мы, хотя и конспективно, но в меру подробно, с Глебом поговорили о гражданской войне и революции в Эстонии, одной из бывших советских республик, или, как в самой Эстонии считают, государством, которое было насильно включено в состав Советского Союза, но от этого исторические реалии не меняются. Мы пытались деконструировать реальную социальную обстановку в Эстонии, за что, Глеб, большое спасибо. В самом скором будущем мы поговорим о гражданской войне и революции в наших других бывших советских республиках. Латвия. Да. И мы призываем вас подписываться на канал и ждать новых наших бесед и диалогов. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова